Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Начало лета – это пора цветения различных растений, и мы привыкли любоваться гроздьями цветущей акации, сирени и бутонами роз. После прохладной зимы и довольно прохладной весны, конечно, это пробуждение жизни, и мы вправе ею наслаждаться. Однако не для всех это наслаждение доставляет удовольствие для определенной категории людей, это доставляет большие неприятности. И связано это с сезонной аллергией, именно с цветением различных растений, с так называемой появляются полинозы. Если неожиданно на фоне благополучия у вас или у вашего ребенка после школы или детского садика появляются признаки ренита, конъюнктивита или же приступы затрудненного дыхания, это и есть сезонная аллергия. Что делать и как помочь себе или ребенку в связи с создавшейся ситуацией, мы обратились с этим вопросом к городскому детскому аллергологу Виктории Анатольевне Яцишиной. Нашу беседу с ней мы и предлагаем вам посмотреть. Сегодня мы беседуем с городским детским аллергологом Викторией Анатольевной Яцишиной. Виктория Анатольевна, с наступлением лета, как меняется в зависимости от сезонных воздействий посещаемость детей с какими-то проявлениями аллергическими реакциями? Конечно, в начале лета и в мае месяца у нас увеличивается количество детей, которые обращаются по поводу аллергических проявлений. Это связано именно с началом потепления, с цветением различных растений, особенно ветроопыляемых, которые в данный момент это тополь и всевозможные травы. В дальнейшем это будет амброзия и подсолнечник, который является как бы бичом для нашего региона. Давайте обозначим для наших телезрителей, чтобы они имели представление, что такое сезонная аллергия и то, о чем мы с вами говорим, и то, что называется полинозом. Что это? Это физиологическая реакция защиты организма или все-таки это патологическое состояние? Ну, аллергические проявления это всегда патологическое состояние, потому что иммунологические факторы, которые участвуют в развитии аллергических реакций, это превышенные реакции организма на какой-то раздражитель. Описаны они уже давно, больше 200-300 лет назад. Впервые сенную лихорадку, так сказать, аллергическое проявление на пыльцу растений описали еще в 1871 году. Дали им проявление, дали характеристику и, соответственно, лечение. Для нашего региона характерно аллергическое проявление на пыльцу различных растений. Мы выделяем три сезона. Это весенний, летний и летне-осенний. Для Николаевской области самым опасным является именно летне-осенний, когда цветет амброзия, полынь, лебеда, подсолнух, циклохена. Виктория Анатольевна, вот Вы сейчас сказали, что аллергия известна очень давно и описана, да? Но вот согласитесь сами, что в 21 веке как изменилась динамика аллергических проявлений, частота аллергических проявлений и с чем это все-таки связано? Кроме того, о чем мы сказали, что это все-таки цветение, цвели деревья всегда во все века. Конечно, аллергия имеет длительную историю и в большинстве своим случаев все заболевания были описаны много лет назад. Но распространенность такую, как сейчас, аллергические заболевания получили именно в 20 веке. Даже существует гигиеническая теория или цивилизационное развитие аллергических заболеваний. Поэтому очень многие вещи, которые сейчас имеются в моей практике, когда мы встречаем аллергические проявления на различные красители, на различные медикаменты, на различные синтетические вещества вызывают в данный момент аллергические проявления. К тому же, эта окружающая среда играет огромную роль в развитии будущего ребенка или родившегося ребенка аллергических проявлений в будущем. Поэтому сейчас занимает большое значение именно профилактические мероприятия для уменьшения развития аллергических реакций у младшего возраста. И это очень важно именно для родителей, которые хотят иметь здорового ребенка. Ну вот скажите, пожалуйста, травы, кусты, деревья цветут везде. И тем не менее, аллергические проявления чаще характерны для людей городского населения. Урбанизация сделала свое не очень хорошее дело в отношении сенсибилизации организма и детей, и взрослых? Вы, конечно, правы, потому что урбанизация, загрязненность воздуха, повышенный темп жизни способствуют развитию аллергических проявлений, потому что это все влияет на иммунную систему. Аллергические проявления – это часть иммунитета, и мы никак не можем избавиться от нее. Если есть аллергия, она уже никуда не денется. Единственное, что мы можем провести мероприятие для развития ремиссии, при котором человек контактирует с аллергеном, но нет клинических проявлений самого заболевания. К сожалению, дети, которые проживают в городской местности, чаще болеют по сравнению с сельской местностью. Это же относится и к людям старшего возраста, потому что, к сожалению, производство, которое находится на территории городов, больше загрязняет воздух, больше снижает иммунную систему, и таким образом аллергические проявления более распространены в среде городского населения. Когда мы говорим о сезонных аллергиях, о полинозах, в частности, наверное, определенная категория детей, во всяком случае, как-то имеет предрасположенность. У них слабая иммунная защита, отсюда у них повышенная восприимчивость каких-то аллергенов. Скажите, вот такое понятие, как диатез, весьма распространенное у детей в разном возрасте, какое дальнейшее развитие диатез или в прогностическом плане это имеет значение для дальнейших реакций аллергических? Ну, термин диатез был только в советской медицине, но сейчас его никто не поддерживает, потому что у нас достаточно хорошие диагностические мероприятия для выявления на более ранних стадиях уже предрасположенности или самих аллергических заболеваний, или склонности организма к этим проявлениям. Поэтому проявление так называемого диатеза – это уже проявление заболевания, и мы должны поставить диагноз. Конечно же, для развития аллергии играет очень много факторов. В первую очередь, это наследственность. Сейчас доказано, что если оба родителя, и папа, и мама страдают каким-то проявлением аллергических заболеваний, то 50-80% случаев ребенок тоже будет аллергиком. Если это один родитель, то это 20-40%, но, к сожалению, около 20% детей не имеют отягощенной наследственности. Это достаточно печально, потому что мы как бы поздно диагностируем у этих детей аллергическое заболевание, и родители обращаются позже и реже по этому поводу. Также играет роль окружающая среда, один ребенок в семье тоже способствует тому, что иммунная система развивается по аллергическому типу. Раннее искусственное вскармливание, сохранение беременности, еще очень много факторов, которые приводят к тому, что иммунная система ребенка не готова, и она формируется по аллергическому типу. То, о чем Вы сейчас сказали, стало быть, что аллергия не бывает на фоне благополучия, и что это ниоткуда-то с неба не берется, а этому есть какие-то предшествующие факторы, в том числе и наследственные и предрасположения. Вы сказали, что нет сегодня диагноза диатез, но есть представление такое, что дети реагируют на оранжевые фрукты, на помидоры, все, что связано с пигментами, и как раз у них и появляются первые признаки. То есть, как бы щадя маму или родителей, мы не выставляем этот диагноз, тем более, что он сейчас не входит в группу заболеваний, что это уже проявление аллергии, правильно? При выставлении диагноза мы проводим лечебные мероприятия, мероприятия по устранению контакта с аллергеном, которые вызывают эти проявления, и профилактические мероприятия. Если, допустим, в семье у родителей уже есть первый ребенок, который склонен к аллергическим проявлениям, то в дальнейшем, если родители планируют второго ребенка, они будут более ответственно относиться к своему здоровью, к окружающей среде, для того, чтобы у второго ребенка не было этих проявлений. Когда же мама кормит ребенка различными продуктами, которые вызывают у него проявление так называемого диатеза, то это уже первые сигналы о том, что надо обратиться на консультацию к врачу, для того, чтобы уменьшить антигенную нагрузку. Если ребенок постоянно будет получать аллерген, он будет все больше сенсибилизироваться и таким образом будет утяжеляться его состояние. К сожалению, многие дети приходят на прием, уже будучи в достаточно тяжелом состоянии, приходится принимать решения о назначении и гормональных мазей, и переходить на более серьезное питание, допустим, применять смеси с полным гидролизом белка коровьего молока. Они достаточно дорогие, это большая экономическая нагрузка для родителей. Хотя, если бы родители обратились 2-3 месяца назад, этого можно было бы избежать. Виктория Анатольевна, вот то, что Вы сейчас сказали, определяет суть сезонной аллергии с ее всевозможными проявлениями и так далее. Мне кажется, что имеет смысл рассказать нашим телезрителям, и особенно родителям, естественно, какие диагностические возможности у нас сегодня существуют для того, чтобы правильно поставить диагноз и определиться, и в дальнейшем определить тактику и лечения, и профилактики наших пациентов. Сейчас у нас очень много возможностей для определения и аллергенов, и для определения склонности иммунной системы к аллергическим заболеваниям и различным их проявлениям. В первую очередь, родители должны обратиться к своему лечащему врачу. Это может быть семейный доктор, это может быть педиатр участковый. Если же все-таки есть подозрения на аллергическое заболевание, тогда они могут проконсультироваться у меня, как городского детского аллерголога. Здесь мы проводим различные тестирования. Если это сезонная аллергия, обязательно проводится прег-тест на различные аллергены, амброзию, подсолнух, циклохена, тополь. И таким образом мы выставляем полный диагноз с сенсибилизацией к определенному аллергену. И в дальнейшем выбираем методы лечения. У нас есть очень достаточный спектр методов лечения от применения фармацевтических препаратов до специфической аллерговакцинации, которая дает очень хороший процент наступления ремиссии, достаточно длительной ремиссии. Потому что по клиническим исследованиям доказано, что после проведения специфической аллерговакцинации наступает ремиссия больше 20 лет. То есть человек не применяет никаких фармацевтических препаратов и прекрасно контактирует с этими же аллергенами, чувствует себя очень хорошо. Этот метод у нас в стране достаточно доступен по сравнению с другими странами. Потому что когда я была на конференции в Львове, испанская компания предлагает нам те же аллергены, которые производятся у нас, но уже по европейским ценам. К сожалению, они для наших пациентов недоступны. Вы сейчас сказали об аллергенах, которые для диагностических и лечебных целей предлагают другие компании. Вы согласны с таким неоспоримым фактом, что и лекарственные растения, и в том числе вот эти аллергены, они должны быть выработаны там, где произрастают эти растения, эти аллергены. И тогда они оказывают гораздо больше, так сказать, эффект и в диагностике, и в отношении десенсибилизации организма. Ну, в некоторой степени я согласна с вами. Даже многие профессора, они пришли к выводу, что лучше, конечно, лечить теми аллергенами, которые находятся именно в этом регионе. По фармакотерапии, аллергены для диагностической и лечебных целей, они стандартизированы международными соглашениями, и мы их используем как для диагностики, так и для лечения. Единственным исключением является домашняя пыль, потому что домашняя пыль в каждом регионе своя, она может иметь примеси. Когда-то я спорила с биологом в отношении видов амброзии, потому что аллергеном является амброзия полинолистная, которая не нашего происхождения, она пришла к нам с Америки в свое время. Очень комфортно у нас пользуется, себя чувствует на территории Украины, особенно южных областей. Но по исследованиям многих докторов, эта амброзия отличается как в Николаевской области, так и в Запорожской. В основном это были произведены исследования в Запорожье, потому что достаточно крупный промышленный город, соли тяжелых металлов осаждаются на пыльцу, поэтому там более серьезная, более токсическая реакция возникает именно во время цветения амброзии. У нас немножечко с этим полегче. В идеале было бы, конечно, лучше собирать нашу пыльцу и ей же лечить. Но, к сожалению, это практически очень сложно выполнить и экономически затратно. Я просто хочу подтвердить эту точку зрения. Вы, наверное, помните, что был республиканский аллерголог Сборих Михайлович Пухлык в Виннице, который очень много лет занимался и, по-видимому, занимается этими проблемами. И, конечно, на своих лекциях он акцентировал внимание, что именно нужно дифференцированно подходить. Да, заманчивая. Иногда наша промышленность не успевает выпускать эти тестированные формы для диагностики. Но, тем не менее, все-таки нужно придерживаться наших материалов. Тогда они соответствуют той реакции, тому реагенту, который нас окружает, скажем даже так. Ну, давайте еще напомним. Вы вот сказали, хоть это, может быть, идет в разрез сезонной аллергии, но все-таки давайте коснемся пищевых аллергозов. Сегодня на природу, лето, каникулы, родители стараются повезти детей на природу, на море и так далее. Что их ждет? Какие опасности их поджидают на этом пути в плане, опять же, аллергических проявлений? Гиперинсоляция, к примеру, как это влияет на детей? Аллергические проявления в каждом возрасте отличаются. Конечно, грудной возраст – это характерно пищевая аллергия. Пищевая аллергия может проявляться в виде атопического дерматита. Это так называемый атопический марш, который к 2-3 годам проходит, и в дальнейшем за счет раздражения именно аллергической ветки иммунитета формируются другие различные аллергические заболевания. Допустим, аллергический ренит, тот же поленос, бронхиальная астма. Может оставаться атопический дерматит и в более старшем возрасте. В дальнейшем при контакте с аллергенами, когда иммунная система уже как бы находится в таком возбужденном состоянии, может развиваться поливалентная аллергия. И, допустим, атопический дерматит соединяется вместе с бронхиальной астмой. Аллергический ренит и астма – достаточно часто комбинация вот этих заболеваний. Поэтому в первую очередь родителям надо обратить внимание на проявление пищевой аллергии. Мы стараемся ограничить прием детьми таких продуктов, которые являются гистаминолибераторами, которые могут вызывать аллергические проявления. Это белокоровьего молока, это клубника, земляника, цитрусовая рыба, различные полуфабрикаты, которые содержат большое количество пищевых добавок, консервантов, эмульгаторов. И таким образом как бы снизить антигенную нагрузку на иммунитет молодого организма. В дальнейшем, если есть такие проявления, конечно, проводятся мероприятия по уменьшению контакта с домашней пылью, с клещами, шерстью животных. В отношении животных, если животное появилось до рождения ребенка, мы можем его не убирать. Но если у ребенка уже появились какие-то проявления аллергии, то животное заводить не стоит, ни в каком случае. В дальнейшем эти мероприятия должны сохраняться длительно до прекращения формирования иммунной системы, которая завершается именно в подростковом возрасте. Конечно же, родители пытаются летом оздоровить, выезжают на море. На море ребенок находится почти 12 часов под палящим солнцем. Таким образом снижается иммунная система у ребенка. Кроме кишечных инфекций, различных вирусных инфекций ребенка, еще появляются различные аллергические проявления. Потому что ребенок кушает продукты, которые мама покупает, в большом количестве. Это сладкое, это фрукты и тому подобное. Ну и на море обязательный компонент, что ли, это креветки, которые любят и дети, и взрослые. И они, кстати, являются часто причиной аллергических проявлений. Ну, кроме того, что вы сказали насчет инсоляции, гиперинсоляции, то есть перегрев, это и тепловые какие-то проявления, естественно, но и именно аллергические реакции. Особенно у людей, как говорится, белокожих. Это нужно об этом помнить, у блондинистых и рыжеватых детей тоже самое. Есть такая опасность. И часто на пляже можно наблюдать эти сцены, когда мамы бесконтрольно позволяют детям барахтаться в песочке или на берегу, и подвергая ребенка, в общем-то, большой опасности. Это не закаляет, правильно? А это, наоборот, уменьшает. Ну, давайте теперь еще коснемся, тоже, может быть, это не сезонный вариант. Давайте коснемся, вот та пропаганда, которая длительное время существовала, может быть, и не безосновательно, были какие-то случаи в отношении вреда прививок в раннем детском возрасте. И сегодня в некоторых регионах европейских констатируется рост полиомиелита, грозного заболевания, которое мы, собственно говоря, благодаря прививкам победили в сущности. А сейчас снова появляются признаки. Что бы можно было посоветовать нашим родителям? Насколько велика эта опасность и чем можно перенебречь? Или аллергическими реакциями на прививку, или все-таки заболеваниями? Ваш взгляд? На мой взгляд, конечно, пропаганда сыграла свою роль, потому что многие родители отказываются от вакцинации, и это напрасно. Аллергических реакций на введение вакцин в препаратах у нас встречается крайне редко. Это 1%. Это достаточно маленький процент. Сейчас вакцины содержат низкую антигенную нагрузку. Соответственно, они очень хорошо переносятся организму. К сожалению, те заболевания, которые мы прививаем, это достаточно грозные заболевания, которые угрожают жизни ребенка, инвалидизации, в том числе полиэмилит, который имеет высокий процент инвалидизации, полностью обездвиживание. Но родители на это не обращают внимания. У нас есть большой процент детей, которые не могут по жизненным показаниям прививаться, и они остаются совершенно беззащитными перед эпидемией. К сожалению, процент прививаемости очень низкий, где-то в пределах 25-35% населения, и это грозит развитию эпидемии. Я, конечно, при своих беседах с родителями рекомендую прививаться. Дети, которые стоят на учете, они могут прививаться по индивидуальному графику, но из моего опыта каких-либо аллергических проявлений на вакцины, проведенные по индивидуальному графику ребенка, который стоит на диспансерном учете, у меня не было. Все переносили очень хорошо. Мы получили хорошие титры антигенной защиты, поэтому я считаю, что родители, которые сознательно подвергают риску своего ребенка, должны нести за это ответственность, и ни в коем случае не скидывать это на руки врача, потому что, к сожалению, таких родителей очень много. Завершая нашу с вами беседу, мне хочется еще раз подчеркнуть для наших телезрителей, что я надеюсь, что из нашего разговора становится ясно, что существует сезонная аллергия, и связана она именно с тем, что в атмосфере, которой мы дышим в этом воздухе, находится масса вредных вещей, которые вызывают аллергическую реакцию, как ответную реакцию. Кроме всего прочего, нужно помнить не только о цветении, нужно помнить еще о пищевых продуктах, нужно помнить о тех добавках, о которых мы сейчас говорили, и особенно опасно это спонтанное питание у случайных людей, которых на берегу всегда очень полно в летнее время, ну и, конечно, ресторанов быстрого питания, где изобилуют, безусловно, всевозможные эти добавки. Кроме всего прочего, если у вас уже есть признаки, о которых мы с вами сказали, это риниты, это конъюнктивиты, это затрудненное дыхание, астмообразное буквально, да, то нужно об этом помнить, что существует по протоколу базисная терапия, и непременно нужно все согласовывать с лечащим врачом. Это может быть педиатр, это может быть аллерголог детский или семейный врач. И тогда, собственно говоря, вы будете гарантированы в любое время года сохранить свое качество жизни и ваших детей, потому что от состояния здоровья ваших детей, конечно же, зависит качество жизни и их родителей. У вас есть что-то добавить в качестве совета нашим телезрителям? Я хотела бы напомнить всем моим пациентам, что им нужно обратиться в этом месяце, в июне месяце, для назначения на будущий период цветения, который начнется у нас уже в июле. К сожалению, в зависимости от погодных условий, это может быть начало или вторая половина июля. А также напомнить родителям, не старайтесь накормить ребенка первой клубникой и различными ягодами и фруктами, которые только-только первые появляются. Ограничьте доступ детям к этим продуктам, и вы будете спокойно спать и не иметь аллергических проявлений. Мне остается только сказать вам огромное спасибо, Виктория Анатольевна. А вам пожелать всего самого лучшего. Берегите себя. До свидания. С вами был Петр Зайцев.